Это бескрайняя северная тундра граничит с Ненецким автономным округом, с Республикой Коми, с Югрой, Красноярским краем и Карским морем. Эти белые просторы и есть Ямало-Ненецкий автономный округ. Когда полярный круг становится похож на белую скатерть, у жителей Уренгоя и дальних поселков наступает благоприятный период. В это время проехать можно даже в самые дальние углы, по зимнику. Так называется дорога по замерзшей реке. Весной, когда болотистая тундра уходит под воду, эти северные просторы оказываются отрезанными от большой земли. И проехать можно разве что на катерах. Ямало-Ненецкий автономный округ – место удивительного природного абсурда. Здесь сошлись воедино невероятный лютый северный холод и тепло людей, живущих в тундре, продуваемый всеми ветрами. Здесь под вечной мерзлотой полно полезных ископаемых, хотя на поверхности можно встретить поселки геологов, которые поражают своей бедностью и ветхостью. Это место еще недавно было закрытой территорией с пропускным режимом. Попасть сюда можно было только по специальным пропускам. Сегодня здесь добывают львиную долю всего российского газа. Мы побывали в поселке Урингой, откуда в советское время началась славная история российского газа. Мы увидели легендарный поселок геологов и газовиков, где в условиях северных цен и маленьких бюджетных зарплат и заработков бывшие строители и ударники советских пятилеток, вопреки рекламным лозунгам, сами исполняют свои мечты. Поселок Урингой расположен вблизи полярного круга, на берегу реки Пур, в 15 километрах от узловой железнодорожной станции Карачаево, возле которой заканчиваются все шпалы и рельсы. Дальше проехать можно только по понтонной переправе. Пока едешь вдоль промерзшей тундры, встречаешь огоньки и даже целые города газодобытчиков. Здесь есть шлагбаум и охрана. Всех проезжающих останавливают и берут на карандаш. Здравствуйте. Ничего. Хорошо. Выезжаем в любой. В любой. Смотрите. Ну что, баскали. Валентиновича знают не только в Уренгое, но и далеко за его пределами. Он за словом в карман не лезет, но если уж сказал, значит так и будет. Ой, сколько у вас много. Что, это все твои, что ли? Немногословные северные жители кажутся суровыми, но гостеприимными. Хотя, считает Валентинович, свободный въезд на север изменил местный уклад и традиции. Дома не закрывались, гости ходили элементарно, это праздник, значит, весь подъезд праздник. А сейчас люди замкнулись, много приехало людей, которые с земли, у них менталитет совсем другой. Наш центральный мусоропровод – баскетбол. По скрипучим лестницам родного барака, который видел еще стройку БАМа, поднимаемся в теплую квартиру из фанерных блоков. Снимай под холодильник. Это такая старая история, да? Да. С холодильником. Комфортно. Когда не было? Ну, когда не было холодильника, то пакеток сюда понавешивают, а мужики бомжикам жрать нечего, ходят, палка с ножом подходит, пакеток. Фу, упал. А там хавчик. Валентинович приехал в холодный Урингой в разгар советских пятилеток, молодым специалистом. Как и все, он мечтал строить новую жизнь на севере. Работал газоэлектросварщиком, электромашинистом. Все градообразующие предприятия, все ушло отсюда. Ну, посадили нас конкретно. Забыла про нас родина. Спасибо тебе, родина. Сам он, вбив последний гвоздь в крышку обанкротившегося предприятия, на заре 90-х пошел в коммерцию. Торговал продуктами, открыл студию звукозаписи, но все это надолго не прижилось. И Валентинович занялся рыбой. Это ныльмушка, ребята, небольшая, но спасибо доблестному Газпрому все загубил. Мы раньше, наверное, мы ловили, это нормально, 6-7 килограмм. Куда-то три назад у меня последняя была на 18 килограмм. Тут такая чушка, блин. А это что? Здесь, в этих фанерных стенах, родились дочь и двое сыновей. Старшая подросла и уехала на большую землю. Там и осталась. Средний сын катается по вахтам и прочим случайным заработкам. Младший Богдан только вернулся в поселок с дипломом техникопрограммиста. Так как у нас в стране заведено, получил образование, но все требуют высшее, непонятно зачем оно, для фетиша какого-то. Я говорю, что я могу эту работу сделать, почему вы меня не можете нанять, если я не хуже другого человека. Богдан! Богатый природный край, как и сто лет назад, кормят северных жителей. Зверь в тундре, рыба в реках, с голоду не умрешь. Вот и Богдан свой диплом программиста повесил на гвоздь и стал помогать отцу, вести хозяйство и маленький семейный бизнес. Свежая северная рыба – настоящий деликатес. Муксун, нельма, омуль – такое можно попробовать только здесь. Остатки бывшей мукозаписывающей студии, которая гремела на весь район, хрипит басами до сих пор. Валентинович показывает свою маленькую жизнь. Это обычный железный гараж, который утеплен и перестроен под рыбный мини-цех. Отсюда северная рыбка расходится по друзьям и знакомым. Своё проверенное. А что оно сделано? Это фанера. Тут металл, азбит, изоляция, вентиляция, внутри фильтрация, всё. Вот копчение, чем делается. Копчение, мы не, я всех называю, коптят пилорамщики. Это с пилорам, что есть, кинули. А мы коптим, у нас вишня, абрикос, яблони, груша. Фруктовка, это нам фирма поставляет. Всё сделано своими руками. Когда его торговый бизнес разорился, а студия сгорела, нужно было как-то кормить свою многодетную семью. Валентинович смастерил в гараже коптильню, изучил технологию и по округе пошёл ароматный дымок. На него народ и стал слетаться, как мотыльки на свет. Вот смотри, по ледовой переправе посёлок въезжаешь, у тебя с правой стороны будут частные гаражи, когда в посёлок заезжаешь. Вот частные гаражи, едешь потихоньку, у тебя с левой стороны будет три дома торцом стоят, к дороге три дома. Проезжаешь первый дом, второй, третий, да, 29-й. И прямо в торец ему будет проезд гараж, на углу рекламы висит рыба. Вот прямо в торец, здесь в Митсубиши стоит, да, ребята у вас? В Митсубиши чёрный стоит, и моя Волга стоит. 160 гараж подскакивает, я пока здесь. Теперь телефон всегда у него в ухе. За рыбой едут издалека, и даже платная переправа не помеха. 10-200 пенсий заработал, 32 года старая, одна семья. Ну нормально, пенсий, ладно. А тот, который, я ничего не делал, пенсия нормальная, шипует. Ещё маленькую хитрость вам покажу. Он бы и рад сам возить, но логистика не позволяет. Платная переправа для его маленького бизнеса – непреодолимая преграда, которая быстро разорит. Раньше стояло же военные, военных покупали понтоны, и вот их ставили, всё, что можно с них выжать, выжили. Сейчас их осенило, что надо заказать баржи под мост, это баржи. Их ставят на время, потом всё равно весной не будет дороги, и осень не будет. Ну началось с 40 рублей, но у нас же инфляция, у нас же только по телевизору благодать. А так-то чё? Богдан телевизор не смотрит, слушает отца. Он хочет развивать семейное дело, собирает документы, открывает ИП. Пока ему, выпускнику политеха, приходится быть по уши в рыбе чешуе. Но эти мелочи он готов терпеть ради своей мечты. Я понимаю то, что в нашей стране очень тяжело малым предприятиям сейчас продвинуться, потому что вот сейчас даже зарегистрировать ИП, это целая муторная система, если издалека ты её делаешь. И получается куча вот этих вот справок, налогов, отсчётов. Сейчас я понимаю, какая безработица, и людям нужна достойная плата, и рабочие места этот тот же самый завод может обеспечить, и чтобы люди могли покормить свои семьи, заработать себе на что-то. Потому что сейчас сложное время, оно не становится лучше. Ещё не наступило время обеденного перерыва, а на улице уже темно, хоть ужинай. Северный климат не для всех. Единственная обледневшая дорога, выложенная бетонными плитами, ведёт к Карскому морю. Там, где живут немцы, и заканчивается цивилизация. Северный путь упирается в речной рукав реки Таз, возле посёлка Тазовский. Дорога под колёсами буквально пляшет. Под тяжёлыми грузовиками, которые возят тонны газовых труб, плиты, уложенные прямо на болотах, то и дело проседают, образуя горки и трамплины. Так, подпрыгивая и скользя, мы приближались к самому краю цивилизации. Здесь, в устье реки Таз, и заканчивается автомобильная дорога. Дальше только тундра. Но наш путь оборвался чуть раньше. Сейчас мы здесь встанем, это всё, наверное, конец. Встать на севере – это просто какой-то ужас. Машина остыла быстро, и холодная темнота окутывала всё вокруг, буквально на глазах. Начиналась полярная ночь. Вот эта вот розетка нам поможет в случае, если мы вдруг не заведёмся. Такие есть во всей, на всём севере, во всех машинах. Вот не хватает только туда, куда её воткнуть. Когда последние надежды стали превращаться в сосульку, на горизонте появился спасательный свет. Леонид, словно сказочный богатыр, посадил нас в свои волокуши и поволок к собратьям в ближайшие гаражи. Немцы – народ практичный. Они знают, как в тундре можно починить любой механизм, буквально волыми руками. Я за продуктами приехал, за бензином. Всё время в тундре. Оленей. Оленей же у нас торжить. В чуме-то тепло. Растопишь пешку с утра. И до вечера его этот... Малится. У нас одежда же. Малится из оленей шкуры. Ненец на снегоходе оказался не миражом. К счастью, мы встали на пути Леонида Лумбовича, потомственного рыбака и охотника, который покинул тундру и родной чум, чтобы купить в райцентре крупы и гостинцев для жены и двух маленьких сыновей. Жена, дети. Сколько у вас детей? У меня двое. Мальчики? Мальчики, ага. Ждут, конфетки ждут, сладостей. Ждут папу, когда он приедет с посёлка. Скажите, а вот вам цивилизация, огни большого города, насколько они необходимы или, в принципе, вам это всё неважно? Да это неважно. Главное, чтобы был яголь, оленям. Порой мороз мы жжём, чтобы порыбачить, чтобы поездить. Дети тундры нам быстро всё поправили, и праворукий автомобиль снова обнадёживающе заурчал. Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение – одно из крупнейших в мире. Всё это хозяйство главной компании страны, и другим здесь не место. Тем, кто не попал в её ряды, заработать на севере можно разве что на пропитание. Здесь почти у всех покорителей Ямала грустная история, такая же, как у таксиста Ибрагима. Он приехал в этот холод из тёплого Дагестана. По 12 лет по стоящим работам, по 12 лет. Потом организация обанкротывается. Газа меньше стало? Нет, хуже, хуже, хуже становится. Я приехал в 2005 году, через полгода 65-70 тысяч я получал. А сейчас 30 тысяч я получаю. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Здесь билетная касса. До недавнего времени понтонных мостов было два, но летом в конкурентной борьбе одну переправу закрыли. Так что теперь в посёлке Уренгой монополия, поэтому цены на всё вокруг здесь только растут. В Уренгой всё дорого, даже бензин. Как-то немыслимый. 46,90. Обалдеть. Но получается немножко отрезанное. Уже так просто на ту сторону не перебежишь. И весной, и осенью. Сделали уже мост не из понтонов, а из барж. Он, конечно, немножко лучше, но дело в том, что он тоже погода не делает на распутницу. Похолодание будет сопровождаться ветром с порывами до 10 метров в секунду. Елизавета Зосимовна, как и тысячи советских граждан, приехала покорять север 20-летней девочкой. Сегодня ей 70. Она ветеран труда, ударник всех пятилеток. Возможно, последняя живая легенда этих мест. Большая часть Уренгоя переселилась на погост, как говорится. Очень много ушли из жизни. Медрюб он тоже умер. В 90-м году умер. Тоже, видно, от такой, от жизни. В её домике, бывшем бараке, в котором когда-то ютились несколько семей, всюду таблетки и пузырьки. Эхо ударной молодости с годами больно ударило по её организму. Здесь всё сделано руками. Но Елизавета Зосимовна очень стесняется собственных стен и всё время просит нас не снимать её скромный быт. Я говорю, у меня тут условия такие, у меня это охренее удобно. Возможно, ей неудобно за то, что она отдавала всю себя, не жалея здоровья и свои молодые годы. Она приличное жильё не заработала. Тогда вся страна жила под лозунгом «Всё для родины, всё для покорения Севера». С годами лозунги изменились, а обещанные богатства у жителей так и не появились. Посёлок Уренгой, он считается, ой, насколько я знаю, по-моему, 59 месторождений только открыл этот посёлок. И здесь люди трудились, ой, с собой вообще не считались. Надо, значит, надо. Вот только результат этого труда мог бы быть и покомфортабельней, чем её барак, который всё время приходится латать и подклеивать. Чтобы было тепло в доме, батареи пришлось доводить до совершенства. Но женщина не жалуется. Зато у неё большая пенсия – 20 тысяч рублей. Почёт и уважение сельчан, и много благодарностей. «Я ветеран труда, я ветеран Ямала, кстати. Я думаю, что я это заслужила, конечно. Платят нам, как ветерану Ямала, ветерану труда, тысячу рублей, вот допустим, 50% квартплату. Вот это всё моё. Вот сколько вот тут их награждается, награждается, и вон висит, награждается. И это ещё не всё. Ещё покажу». Елизавета Зосимовна всегда рассчитывала только на себя. И когда жила в тайге, одна среди медведей, и потом, когда работала в родном Уренгое, откуда стране и миру поставлялся заветный голубой огонёк. Хотя к ней в дом газ провели всего несколько лет назад. «Так, герб Уренгоя, газ, газ, газ. Северная звезда, полярная звезда. И национальная эти. Это наш герб Уренгоя. Мы же газодобытчики. Ну, это тут непонятно, тут я такая, так, такого нету. Такой. Чёрно-белые фотографии, как документальные доказательства настоящего человеческого подвига. Ровно 50 лет назад, в далёком 68-м году, выпускница техникума связи приехала на север по распределению из Архангельска. «Я знаю, что надо осваивать север было. Я знаю, что здесь требовались люди. Я знаю, что я здесь должна пригодиться. Что надо кому-то ехать надо». Её отправили в лес вместе с группой электромонтёров поддерживать связь с Большой землёй. Два провода шли прямо по воздуху. При сильных морозах, ветре и снеге их нужно было всё время чинить. Там, в тайге, Елизавета Зосимовна встретила своего первого мужа. И у них родился сын Саша. «Семь лет я жила вот в этом лесу. Давала связь. Игарка, Москва был такой транзит». Их вернули в посёлок, где были деревянные микрорайоны, магазины, в общем, цивилизация. Они и сегодня стоят, словно памятник подвигу простых людей, приехавших покорять север. «А север, вот это север, да. Вот здесь уже действительно север. Тайга, тундра, болото. У нас здесь не хватает кислорода 30%, насколько я вот так знаю». В Целихарде, Ямальском, Приуральском и на севере Надымского районов ожидается пурга с ветром до 12-17 метров. «У севера есть как мания, что ли. Вот приезжает человек на год. Он затягивается здесь». Микрорайон Таёжный в посёлке Уренгой сегодня её дом. Пенсионерке много не надо, было бы здоровье. Елизавета Зосимовна в свои 70 лет проходит на лыжах по 10 километров в день. Но дальше родного посёлка не уйти. «Обещают нам мост, капитальный сделать через реку Пур. Сколько здесь, 50 лет вот. И всё разговор об этом, что мост построит». Север он суровый, но гостеприимный. Говорят, у этих мест есть невидимый магнит, который не отпускает своих жителей обратно на большую землю. Здесь все хоть и живут под боком у Газпрома, но свои мечты воплощают в жизнь самостоятельно. Жить в условиях севера простым людям совсем непросто. И хотя так сложилось исторически, что самый холодный регион греет всех, многие жители небольших северных посёлков мечтают о простых человеческих радостях. Например, переехать из полувековых бараков в светлые квартиры или увидеть бесплатный мост, которого здесь никогда и не было. Они живут ближе всех к газовой трубе и продолжают надеяться, что их мечты тоже когда-нибудь да сбудутся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова